Посвеченный и нахрутный знак народных описьменников БССР Андрея Макайонка. Такими экспонатами сегодня может похвалиться только отдел краезнауства Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Побычь зузнахороды, комсомольские военные билеты, фотографии, особистые листы и книги письменника с дарованными надписами ведомых литераторов. Большинство этих предметов сюда передали родные Андрея Макайонка. У других не отдала, видите, все экспонаты отдала сюда в Гомель. И очень рада и благодарю вас всех, что решили открыть Макайонку вот эти прелести, которые у вас тут стоят. Он самый прекрасный человек, который можно, о котором только говорить. Он очень добрый, очень веселый. Ну, о том, что талантливый, это все знают. Любов Ивановна Макайонок и до этого часа уговорит про его в теперешнем часе. А сучасные письменники и литература-знавцы кажут, что он живет и сейчас у своих творах. До речи, абсолютно все его работы можно найти в библиотеке. И сама эта экспозиция стала одиной в Украине, у которой собраны самые знаковые предметы, связанные с биографией письменника. Теперь в фондах библиотеки их наличивается каля полтысячи. До сбора долучилось и Гомельское областное отделение Союза письменников Беларуси, которое, до речи, этот год объявило годом Андрея Макайонка. До дня белорусское письменство, у год Андрея Макайонка мы рыхтуем шерох выданню. И вось только что подписано вдруг новая книга. Последовники Макайонка. Сучасные драматурги Гомельщины. Ганна Ковалева, Валера Гапанько. Телерадио Кампания. Гомель.